В Иерусалиме прошла презентация книги Зеева Фридмана «Когда зажжется свет в ночи». Для автора, прожившего недолгую жизнь, книга очень емкая, и об этом говорилось в самом начале вечера. Я говорю только о романе, а ведь в книгу вошли еще стихи, вошла публицистика, вошли дневниковые записи. Рассказ. Кроме прозы, да, поэзия и отдельный раздел «Письма учеников». То есть это получилась очень представительная книга. Мы сейчас будем говорить о ней и об авторе, поскольку я эту книжку знаю хорошо, у меня есть что о ней сказать. И слава Богу, тут есть люди, которые уже успели ее прочитать, всем остальным только это предстоит проделать. Я завидую белой завистью, но сейчас я хочу показать маленький фильм, одноминутный, чтобы вы увидели автора этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выступали те, кто приложил руку к тому, чтобы книга появилась на свет. Конечно, талантливый человек, он талантлив во всем. Но всем известно, наверное, что он был замечательным музыкантом, то, что он великолепный литератор, он тоже прозвучал. Но я хочу немножко со своей точки зрения сказать, я познакомилась в процессе работы с его рисунками. И он, конечно, как художник совершенно меня поразил. У него необычайно легкая рука, очень точный глаз, очень такой интересный, юмористический, иногда даже саркастический взгляд на мир. И в то же время эти рисунки пронзительные, какие-то такие личные, очень интересные, он их не делал, очевидно, для того, чтобы как-то их широко публиковать. Но при этом они вполне выглядят завершенными, профессиональными, в то же время очень легкими, как дыхание, само дыхание подживали. Я был причастен к этой книге только в аспекте написания предусловия. Это всего для страницы? Да, еще книги нет. Что? У Рала еще книги не было. И там предусловие было всего примерно для страницы. И мне требовалось дать какое-то определение Зееву, с которым я был очень близко знаком в Бельшаве. И я затруднился, какое-то определение должно быть такое, чтобы его описать. И в результате я сказал Ишка Шер Аля, что он был кошерным человеком. В результате главный редактор Рита сказал, что в конце концов он не был гейшницей, и поэтому о нем говорят, что он кошерный. Может быть, не совсем уместно, что же нам сделать? Ну тогда я сказал, Ухашу отредактирую достойный человек. Через некоторое время Рита звонит и говорит, нет, все-таки давайте лучше оставим так, как это было прежде. Что я имел в виду под человеком, который кошерный? Наверное, определение простое может быть следующее. Человек, который в чем-то не мог иначе. Говорили и те, кто успел пообщаться с автором. Каждое поколение, конечно, не каждое. Каждое поколение должно понять, в чем его функция в истории, в коллективной душе ивейского народа. Я не литературный критик и не мне судить, какая судьба готова к литературному произведению. Но то, что эта книга написана от имени не только автора, но и от имени многих людей, включая меня, это я понял. Прежде всего, я должна сказать, великий поклон матери за мужество, за духовную силу, потеряв сына, работать над этой книгой, видеть его. Это меня просто потрясло.